всем привет всем привет сегодня мы хотели представить вам нашего темпера дом на колесах которые мы недавно приобрели долго об этом мечтали и вот он такой маленький хорошенький стоит перед нами хотели снять небольшой обзор карада модель 338 немецкого производства у него давайте наверно сперва пройдемся снаружи какие особенности это решетки от холодильника кассета биотуалета подключения 220 принципе нормально единственный может нюанс то что они стоят друг за другом если задние надо поменять он пустой то надо переднюю вытащить и все такое немножко не сдобно но принципе такая большая проблема это гараж и дверь гаражная у нас с двух сторон и вторая дверь с той стороны это как дополнительная опция но она тоже есть здесь включается свет здесь есть розетка 220 освещения тут палом парочка наших причиндалов уже гриль стулья здесь находится здесь находится данкрат ключи запаски нету есть клей и пумпа пумпа вот она здесь еще докачивать колеса поэтому как в современных европейских машинах почти никаких нету запасного колеса так что еще было дополнительно как опция это маркиза очень на всю цену я думаю 4 метра она и выдвигается на 3 метра плюс вот этот хальпер бежатья для велосипедов для трех штук он складывается там укрепляется и можно три велосипеда с собой водить ну это было все как дополнительная опция с одной стороны с другой стороны подлезть взять и не лезть тут конец если что-то надо или в этот конец это палка для того чтобы маркиза открывать с другой стороны у нас выход печки трома здесь установлено мини-6 вместе с бойлером от газового окопления помещается 20 метров воды накрывается она также от газа и также отборка горячего воздуха и забор свежего воздуха и отверстие для заливки питьевой свежей чистой воды бак примерно если не ошибаюсь 120 и 125 литров снизу сливная горловина серая воды бака серой воды здесь он открывается четырехгранником и можно видеть бак еще как дополнительная опция была бак утепленный мы взяли поэтому чтобы можно было ездить зимой если вы можете заметить у него уже это модель 2020 года этого года окна уже идут плоские как бы заподлицо со стеной не такие как у предыдущих версий это как бы считается тоже дополнительная опция эти окна заказывать дополнительно какие особенности мотор у него уже р-6 по немецким нормам или европейским это д темп уже есть мочевина мотор дизельный понятно евро 6 как как со всеми дебатами сейчас в европе на нем можно заезжать в принципе в любой город в данный момент в любое место мы наверно перейдем вовнутрь ну а я вам покажу как это все дело ступенька при входе у нас обеденная зона кресло для двоих до кресла кстати еще с пассажирскими ремнями тут а можно ездить двум человеком рассчитан этот автодом на четырех человек потому что пассажирские места с ремнями безопасности только 4 2 в кабине и 2 здесь а на диване рядом есть еще дополнительное сиденье но это только так во время езды на нем сидеть нельзя но без ремня да если обедать сидеть можно спокойно пятерым человеком расположиться эти два сиденья разворачиваются одно можно показать поворачивается к столу обои сейчас продемонстрируем ну вот так примерно первое время трудно крутится да пока новая она жестко трудно крутится и пять человек можно расположиться стол выдвигается сюда добавляется еще проставка такая небольшая сейчас наверное не будем демонстрировать и он удлиняется и можно более-менее комфортно сидеть на вот этом маленьком кресле кому-то ну покушать или пообедать в пятерым здесь у нас над столом есть вот такие ящички на данный момент у нас здесь салфетки для стола лежат вот над кабиной тоже везде вокруг полочки с этой стороны да кстати вот еще есть панорамное окно оно тоже открывается тоже хорошо удобно если жарко его открывать можно и продувается все хорошо здесь такие полочки с правой стороны с левой кабины и здесь такие небольшие полочки удобно когда едешь очки положить или сумочку паспорта и маленький ящичек еще с правой стороны при входе здесь тоже это на улице лампа одна и одна внутри да внутри и вот эта большая включается внутри при входе здесь есть есть у нас сразу ящичек тоже небольшой под креслом очень удобно для тапочек или для запасной обуви да мешается зашел обувь туда закинул и спокойно свободно то есть проход здесь также еще есть подсветка то есть полосочки можно просто зажигать подождите я сейчас закрою дверь будет виднее неплохо светится подсветка такие с двух сторон и дополнительными ледовскими лампочками и тут если не хочешь много света такие тоже или да здесь лампочка и одна здесь это потемнение полумраки неплохо так с этими лампочками немножко покажу кабину кабина обыкновенная Fiat Ducato всем известная единственное что мы взяли дополнительно это девятиступенчатый автомат он вышел только с этого года с 20 на предыдущих моделях его нет очень удобная хорошая штука кстати да есть еще темпомат и ограничитель скорости максимальную скорость и также минимальную можно как темпомат использовать зеркала с подогревом электрически настраивается и стеклоподъемные электрические ну а так в общем то ничего особенного нет да кстати магнитолу или навигатор мы не стали брать нам предлагали во первых он у них не очень хороший мы посмотрели отзывы вместе с камерой они нам предлагали сразу здесь систему установить заднего вида поэтому сейчас стоит здесь моя дешевую я купил установил камерой заднего вида но суть в том что они предлагали за две тысячи эту магнитолу с камерой и нам показалось во первых дороговато а во вторых она не очень хорошая посмотрел много обзоров по ютубу местных и немцы рассказывают все и не советуют в общем брать ну и не стоит она тех денег можно за две тысячи намного лучше взять и установить позже ну пока мы обходимся вот таким небольшим монитором и задней камерой здесь удобно устанавливать телефон или планшет для навигации или еще чего-нибудь слушать музыку или смотреть видео тоже в принципе удобно в принципе по кабине больше сказать нечего если будут дополнительные вопросы задавайте постараемся ответить ну а теперь кухонка кухонка очень такая компактная и в то же время достаточно места здесь у нас и раковина которая закрывается открывается кран поворачивается отворачивается в общем то удобно когда нужно как просто плату также газ три комфорки три комфорки вот хорошее то что начали делать вот эту решетку из литого железа не просто проволочная как было раньше массивно удобно стабильно стоят тут такая стекляшка чтоб не забрызгивала панель тоже удобно вот также здесь рядышком окошечко окошечко у нас открывается в то же время есть шторочка и сеточка если допустим открытие чтобы вечером не летели комары в принципе есть сетка ира ролла затемняющая есть на всех окнах тут же несколько ящиков для посуды так как мы только купили мы обложила я просто салфетками чтобы она не гремела во время езды в будущем как бы планируется немножко по-другому специальные такие карманы чтобы это все по отдельности лежала не гремела также на каждом ящике такие замочки есть то есть так она при открытом виде может открываться во время езды открываешь замочек она уже закрыта зафиксирована да здесь ниже поглубже ящичек здесь у нас продукты самый нижний как бы мы здесь подсветчик у нас и дозочки всякие в общем кому что удобно также рядом у нас здесь мусорное ведро и два таких больших ящика под посуду в общем кому что удобно сковородка кастрюли объемные вещи сюда хорошо влазит удобно тут же у нас место есть для кофемашины для кофеварки удобно рядом шкафчик для курток или платья в летнее время с плечиками с трубой вот и да шкафы еще внутри освещаются когда открываешь включается там свет здесь у нас на замочках два шкафа тоже большой и поменьше для посуды простой кухонный шкаф в принципе да он уже если закрывается сам автоматически закрывается сразу на замочке так что если кнопочку нажимаешь в сторону он закрыв не открывается во время движения также еще здесь есть свет включается тоже как бы двух видов один это тоже подсветка такая полосочка полумракий и нижний как рабочий свет здесь также у нас розетка есть 220 220 ну и холодильник холодильник довольно таки я бы сказала большой да это как бы тоже идет дополнительно потому что стандартный идет холодильник поменьше если так смотреть наверное без морозильной камеры по величине а это как дополнительная опция мы тоже взяли что холодильник большой по-моему 164 литра или вроде того с отдельной морозилкой морозильной камерой морозильная камера в принципе такая достаточно объемная морозилка и холодильник холодильник в общем-то большой обычный как все но здесь есть две маленькие такие приспособности или как я даже не знаю как назвать особенности есть вот такие вот бортики то есть когда ты сюда что-то складываешь оно прекрасно держит и во время езды не вываливается это вот одна особенность а вторая есть вот такие вот маленькие штучки крепежки какие-то разделители если кармашек не полный бутылок там стаканчиков ты просто ее фиксируешь и они не болтаются вот вроде мелочь но очень удобно холодильник фирмы тетфорд работает работает автоматически в разных режимах можно выставлять величину морозки мы до этого ставили на 2 и в принципе нам даже летом достаточно хватало а значит автоматический режим сейчас он пытается работать на газе потому что нет 220 и выключен мотор но у него есть 220 есть 12 вольт и есть газовые и он в принципе сам ищет на какой от какого источника энергии ему в данный момент нужно работать если подключено 220 то он в первую очередь берет 220 так что тут еще небольшая ручка такая при входе держаться удобно да немножко про технику раз начали это панель такая более-менее простенькая главной кнопкой включается вся система выключается здесь горит лампочка если подключена 220 снаружи и три бака аккумулятор заряд аккумулятора проверять состояние питьевой воды в баке размеры или сколько сколько находится 25 процентов пол бака сто процентов полный бак ну и так далее и наполнительность серого бака серый бак сейчас видим пустой в питьевом у нас там немножко есть надо будет слить ну и панель управления печкой трума есть режим отопления один раз вниз есть режим отопления и согревания воды два раза вниз это внутренний кружок наружным кружком выставляется интенсивность отопления 5 максимальная ну и так далее насколько сильно хотите отопить в общем так ну или если не там вы где-нибудь находитесь вам не надо отопления но надо просто горячая вода можно включить наверх один раз на 40 или на 60 и печка бойлер автоматически согреет вам воду так ну это в принципе самая простая система у трумы или панель кстати да в качестве дополнительной опции также было телевизор и спутниковая антенна сейчас наверное вам попробую показать если получится через звук вот она складная автоматически тоже автоматически она складывается и ну открывается на кнопку когда включаешь телевизор он работает также 220 и антенна включаешь кнопку спутниковая антенна нажимаешь включить и она выдвигается и автоматически ищет сигнал как сигнал находит останавливается и в принципе идут программы без проблем окно здесь рядышком у нас как бы туалет ванная комната с туалетом так сказать здесь у нас шкафчик то есть тут у нас мыло маленькие тряпочки всякие шкафчик такой более менее вместительный во всю длину почти здесь два крючка освещение здесь у нас туалет туалет это обыкновенный биотуалет как рассказывали там вон кстати можно видеть это кнопка слива унитаза и отопление сюда заходит и здесь еще есть кнопочка которая показывает насколько заполнен туалет да насколько кассета заполнена как будет полная вся будет красная здесь у нас также небольшая раковина умывальник в принципе удобно тоже с горячей холодной водой ну и в принципе эта кабинка трансформируется в душевую унитаз нужно чуть-чуть повернуть там кнопочку нажимаешь открываешь вот эту стенку и получается такая душевая кабина в принципе просторная по размерам наверное примерно 60 на 60 душевая лейка со смесителем можно повешать ну и тут же также на двери вот эта часть она открывается и вот это полностью получается защищенная от брызг дерево дерево наверху у нас еще имеется такой да люк обыкновенный открывается либо в правую либо вверх в левую сторону либо обои сразу либо полностью и можно сушить вещи или полотенце удобно тоже да кстати слив тоже в душе с двух углов если вдруг машина стоит не немножко криво вперед или назад либо в одну либо во вторую сливается в принципе туалет ванна душ удобный здесь также при входе два крючочка ну и зеркало переходим плавно в спальню спальню в этом в этой модели светильники такие да можно ночью либо читать можно если лег удобно и посредине еще есть выключатель он включает тоже ленту тоже если сильно ярко ленту включая что хорошо ночью не ослепляет и такой полу освещения ну и как обычно шкафчики сверху для вещей вполне вместительные тут с правой стороны просто полочки и с левой то же самое тоже такие же полочки тоже удобно кинул вещи довольно довольно таки широкая кровать если разложить если разложить и получается двойная двухспальная кровать где-то метр восемьдесят на два да вот так это дело выглядит по лесенке по лесенке по лесенке надо правда забираться если она в таком разложенном положении находится но удобно можно здесь вполне втроем спать не мешая друг другу мы с ребенком с детьми спали нас устраивать здесь также с каждой стороны есть ящички тоже с подсветкой довольно таки большой мы его заполнили подушками одеялами да внутренне внизу это печка трума отопление как бы технический отсек и здесь еще будет темно плохо видно этот вентиль который автоматически сливает воду если холодно здесь вентиляция выход отопления с левой стороны также ящичек и распределительный ящик для электро электропроводки здесь находится люки обыкновенные открывается на несколько штук ступеней первая вторая или на сайт нас совсем на открытый положение затемнить можно точно такой же люк только немножко больше над кухней также сеткой и шторкой а что еще удобно то что спальня отделяется шторкой если утром кто-то уже здесь пьет чай то ты можешь отделиться и тебе по крайней мере не будет мешать свет от шума она точно не защищает у кабины тоже есть да кабина тоже затемняется вот этими шторками справа и слева да так как мы специально брали это кстати тоже дополнительная опция в этой модели была подвесная кровать так и немножко нажать и потянуть вниз она как бы считается двухспальная двум взрослым в принципе можно спать метр сорок она на 2 здесь также не что также можно отделиться шторкой да есть свой люк свой люк если дети маленькие есть также дополнительные сетки с собой в сторон натягиваются пристегивается да и уже ребенок не упадет на всей длине справа и на всей длине со стороны кабины слева она как бы с двух частей здесь такая же еще да так что дети если будет спать маленький да хотя может и не маленький то уже более безопасно и оттуда во не улетишь она поднимается и опускается вручную не на электричестве но в принципе не проблемно не тяжело поднимается она легко защелкнул и она уже стоит надежно с чистой водой покажем он находится под сиденьем как я уже сказал на 120 по моему литров здесь можно сидушка убрать вот эту фанерку и обслуживать его и также заполнять если вдруг что ну подход в принципе удобный там находится отверстие для отопления и 220 вольт розетка под столом тоже удобно если нужно что-то подключить типа компьютера также здесь имеется в этой стороне 2 usb разъема для зарядки и еще usb разъема есть в этих лампочках тоже удобно если вечером лежишь заряжаешь с этой стороны либо телефон либо что-нибудь ну и есть usb зарядка и простая в кабине в принципе достаточно черное освещение забыли показать здесь а под сбоку кухни включается тоже такая лампочка неплохая встроенная спинку сиденья и небольшая панель под кухней горит неплохо кстати вот этим коврики на полу это я уже делал сам постелили по всей плоскости по всей по всему полу почти такие коврики вот такой вот автодом мы приобрели и очень рады если есть вопросы есть комментарии пишите будем рады ответить если есть желание также путешествовать с нами то можете оставаться на нашем канале будем к возможности выкладывать наши поездки путешествия увидимся до снова встреч а а а